Что вы знаете о ностальгии? Сделай ещё раз, пожалуйста. Слушай, я просто сытый. Я русский. Какой ты жопец! Я сзади. Я сзади. Я вот... Многое. Помню те времена, как будто это было вчера, когда заходил поизучать тёмный и мрачный мир Зафореста. Это меня очень сильно интересовало в тот момент. Я думал, что могу найти то, чего не видели люди в Зафоресте. Думал, что осталось ещё что-то неизученное. Оно на самом деле так и есть. Я уверен в этом. Ведь до сих пор люди строят свои теории насчёт новых зацепок. Форест изучен максимум на 99%. Но хошь этот 1%. И вообще, я надеялся, что смогу записать видео о новой теории по Зафоресту. Жаль, Ранья. Мечта так не сбылась. В итоге лишь один мир у меня лежал без какого-либо видео на канале. Это мир, где я выживал 166 дней. Надеюсь, вас не испугало данное вступление, ведь именно им я хотел передать все эмоции, которые у меня возникли совсем недавно. Помните, я выкладывал видео о новой информации в Сансу Зе Форест? Так вот, один момент мне пришлось записать в первом Зафоресте. Решил я посмотреть в сейвы и вспомнил, что у меня есть сохранение, где я прожил 166 дней. Мир был создан еще в далеком 2019 году, почти 3 года назад. И тогда он был создан для изучения Зафорест. Сейчас я все расскажу, а вы подписывайтесь на канал и телеграм-канал. Мы начинаем. Тогда я имел очень интересную задачу. Я хотел обыскать все места в этой игре. В прошлом видео по Зафоресту меня многие раскритиковали за то, что я тороплюсь выходом игры. И жду, чтобы она получилась такая же, как Киберпанк. Но на самом деле я просто с нетерпением жду игры. Я ярый фанат Зафорест, и моя психика ломается на кусочки, когда я узнаю о новом переносе игры. Хочется также изучить Сансов Зе Форест, как я изучил Зе Форест. Но кажется, что игра никогда не выйдет. В данный момент я понимаю их и одновременно понять не могу. Это новый тренд ТикТока переносить игру 40 раз. Как-то я далеко отошел от темы. Так вот, я играю в Зе Форест с далеких времен, 2016 или 2017 год. Тогда я зашел пару раз и больше не возвращался. Но тут происходит ее официальный релиз, и я наконец-то знакомлюсь с этим прекрасным миром. Вышло 2-3 видео, где мы с другом в нее поиграли, и моего друга она уже очень сильно достала. А я Зафорест прошел не менее 10 раз. И сейчас я не вру. Мой рекорд был час с небольшим. Вот за такое время я проходил Зафорест. Как я и говорил ранее, создавался мир по большей части для изучения этой гигантской карты. Вот мир, кстати. Да, тут 163 дня, но спустя год я поиграл на нем еще 3 дня, и в итоге последний сейф был в 2020 году и 166 дней. Изучал я все, что только можно, от видеокассет до водной местности. Это можно понять благодаря большому количеству водных домов на карте, ибо мне было лень бежать к старому, я просто строил новый. Изначально мир был создан на пиратской версии, но потом перенесен на лицензию. Кто не знал, все свои видео я снимаю на пиратской версии игры, ведь она более стабильная. Но я думаю, вы заметили, что в 2019 году и в 2020 году видео на канале по этому миру не вышло. Я думаю, вы понимаете почему. Я не смог найти того, что нашли другие. Я до сих пор уверен, что есть то, чего я просто не заметил или не был там. Возможно, на стримах на твиче, ссылка в описании, кстати. В скором времени я буду искать что-нибудь новое, а сейчас я вам покажу то, что находится на этом мире. Субтитры сделал DimaTorzok В принципе, построек здесь немного, да и не архитектор я. Вы видели вообще мою крышу дома? По 5-6 дней я проводил в пещерах и 1-2 дня я проводил на поверхности. Я посетил все 14 пещер и потратил более 70 часов на их изучение и потрачу еще больше в скором времени. Ведь меня и правда это обрадовало то, что я нашел. Насчет предметов у меня собрано очень много, конечно не все, но тоже неплохо. Артефакты, предметы, относящиеся к истории острова, у меня собраны не все. По крайней мере я, надеюсь, ибо я потратил 166 дней. И если я собрал все предметы и их больше нет, то я буду разочарован, что уже все нашел и нет того, что не смог найти раньше. В воде, кстати, ничего интересного я так и не нашел, кроме акул, которые хотят тебя съесть. Правда, они бессмысленные и с них ничего не выпадает. Потратил на океан я часа 2-3, но так ничего и не нашел. Больше мне поведать вам не о чем, ведь мир The Forest так же ограничен, как наш мир. Надеюсь, вы поймете это видео и поймете меня. Я очень старался, может и не для записи, но для игры уж точно. Спасибо вам всем за просмотр, с вами был как всегда я. Всем удачи, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, на телеграм-канал, на твич-канал. Да пребудет темнота в кадре.